Друзья, всем привет! Всем доброе утро! Я вышла на улицу и попала в зимнюю сказку. Видимо, ночью шёл снег и много-много снега навалило. Посмотрите, как всё бело-мело. Такая красотень. А я немного приболела. И вместо работы иду в поликлинику. Ещё немного снежных кадров. Я просто в восторге. Как красиво вообще. Деревья, посмотрите, какое дерево усыпанное снегом. О, это те ягодки, которые я снимала в предыдущем видео. Очень красиво. Утро, но на улице ещё темно. Тропинки прям как в деревне. Среди сугробов пробираюсь. Не, ну я, конечно, пошла не по тротуару. Здесь короче. Но всё равно иду как в деревне. На деревьях, конечно, красота. Но сразу вот такой минус. Ничего не чищено. И придётся вот по такой каше сейчас ходить. Вот, одни тропинки. Кошмар. Друзья, я уже дома. Пришла из поликлиники. Симба. Бардак там мой на балконе видно. Показала вам вот эту запись в карточке. Это мой предыдущий диагноз. Я просто когда выздоровела, ну вот осенью болела, прихожу на работу, меня все спрашивают, чем ты болела. Вот я решила посмотреть. Потому что они не озвучили, чем я болела. Вы поняли, да? Я тоже. Я поняла, чем я болела. На улице у нас красота. Вообще неимоверно красиво. Коты уже успели по мне соскучиться. В общем, меня обострилась хроническая болячка. Так, собственно говоря, можно сказать ничего серьёзного. Но сегодня я решила отсидеться, отлежаться дома. Надо быть мне в тепле. Прописали лекарства. Сейчас зашла в аптеку, купила лекарства. И сегодня мой день. Он будет посвящён, наверное, новогодним фильмам. Хочу посмотреть фильмы новогодние. Вот. Посидеть, погреться. И в понедельник я выйду на работу. Вот. Некогда болеть мне. Впереди Новый год. Ну и плюс ко всему я работаю одна в нашей семье. Поэтому не могу себе позволить такое дорогое удовольствие посидеть на больничном. Поэтому за выходные подлечусь. И в понедельник уже буду в трудовых рядах, скажем так. Тимофей пришёл. Внимательно меня выслушал. Да, Тимоша? Тимофейка, чё там скажи, болтаешь, Саиш? Чего ты болтаешь? Тимоша, ты знаешь, какая на улице красота? Как там сказочно, красиво? Вот это у меня такой вид из окна. Красотень, да? Дворником, конечно, работа прибавилась. У нас уже с шести утра он убирался. Вот Симба пришёл, как всегда. Симба, мне кажется, так любит сниматься в кино. Симба, ты специально всегда в кадр лезешь? Скажи. Ты специально всегда в кадр лезешь? Ма, чё ты тут лезешь? Масло-то, а? Потом мы это всё едим. После котов, после котов едим всё. Он ещё и подворовывает всё. Подворовывает. Тарелку с супом оставить нельзя. Любит суп, любит вообще всё пожрать. Всё, что есть, всё, что не приколочено. Вот кроме тыквы, тыкву он не ест. Остальное всё любит поесть. Зашла в аптеку, лекарства купила. Тут с борщу травяной. Сейчас заварю и буду лечиться. Котам купил печёнки. В этот раз купил им свиной. До этого кашу варил им. Там была голова от рыбы, от красной. Какой-то хребёт. И куриная печёнка. Ели прям. Куда лезешь, морда? Моё пирожное. С удовольствием ели. Прям вообще быстро она у них ушла. В этот раз у них свиная печёночка будет. Пирожный к себе купила. Сейчас кофе заварю. Масло сливочное. Вот такое, Северная долина. Хорошая. Нравится мне. Сервелат финский. Вот такой он на срезе. Это Белоруссия. Не очень люблю, когда вот такой на срезе. Такая колбаска. Но надо что-то есть на завтрак. Но он вообще хороший. Белорусский продукт. Все хорошие. Плавинку батончика. Ну и всё, в общем-то. Вот такой набор. Сегодня ночью Ксюша приедет опять на выходной. Да, Симбасик? Ксюша приедет? Ксюша приедет у нас. И потом приедет уже только на Новый год. Ну что, завариваем кофе. Кушаем пироженка. Лечимся. И радуемся жизни. Сейчас позвоню на работу. В кавычках обрадую их, что я не вхожу. Руководство всегда, где бы я ни работала, не любит, когда кто-то болеет и кто-то на больничном. Ну что поделать. Сейчас такой период. Зима. Постоянно простужаемся где-то. Постоянно замерзаем. Вот. И поэтому болеем. Но у меня там ни простуда, ни коронавирус. Ничего такого. Вот. Так. Просто немножечко надо подправить здоровье. Тимофей, куда ты залез? Зараза. Коты вообще не слушаются. Бегут по столу. И мне это прямо сильно расстраивает. И не знаю. Не люблю я этого. И как их воспитать, я не знаю. Мне вообще не слушаются. Ещё Ксюша, когда приезжает, они как-то её остерегаются. А меня вообще ни во что не ставят. По столам ходят. По мне прыгают. Бегают. Никакого кошачьего воспитания не получили. Это картина маслом. Вот. Ещё одна. Лесь. Вот как только сделали этот стол. Вообще вот этот стол делали. Он вот такой. У меня где-то есть видео. Я показывала. То есть угловой вот такой стол. И делали для того, чтобы бытовую технику по нему расставить. Потому что кухня очень маленькая. Рабочая поверхность у меня занята. Одна микроволновкой. Вторая посудомойкой. И видите, мне даже готовить не на чем. И стол стоял небольшой. И как бы пространства было мало очень. Сделали вот такой угловой стол. В результате вот эта часть стола. Это чисто кошачья. Вот. Чисто кошачья зона. Постоянно они на ней сидят. Если я что-то готовлю. Они тут же сидят. Наблюдают за мной. В общем. Никакого порядка в доме нет. Кстати, за счёт этого стола интересно трансформировалось пространство. Я не знаю в чём фокус. Как бы он занял больше. Да. Место на кухне. Но кухня почему-то просторнее кажется. Зрительнее. Да и двигаться лучше. Вот за счёт вот этого что ли пространства, которое в середине. Не знаю. Вот знаете, все, кто приходит домой, они удивляются. И не верят, что кухня 6 метров. Ну, по факту она 6. Единственное, у нас холодильника здесь нет. Вот. Но. Вот. Какая-то метаморфоза произошла. Был стол меньше. И места было меньше на кухне. А стол стал больше в полкухни. И кухня какая-то просторная у нас стала. Лися, ты чё грустишь? Чё ты грустишь? На тебя грустинка напала? М? Лисичка. Кис-кис-кис. Кис-кис-кис. Где твоя морда? Где твоя красивущая морда кошачья? Лисичка? Чё-то задумалась. Она обычно болтает со мной. Особенно, когда я прихожу. А сейчас чё-то не в настроении. В общем, вот такая у нас погода. Нашла подборку новогодних фильмов вчера. Вот пойду их пересматривать. Причём, знаете, каких советских? 60-х, 70-х, 80-х лет. Как же красиво. Не знаю, камера передаст это или нет. Вообще обалденно красиво за окном. Вот всех котиков снимаю всегда. Ирисочку не снимаю. Самая тихая кошечка. Самая такая. Вот ничего и не надо. Ничего не беспокоит. Да, Ирисочка? Тихая, хорошая такая, спокойненькая. Никогда её не слышно, никогда не видно. Не мяукает, не бежит. Есть, не просит. Ириска, девочка моя. Хорошенькая моя. Хорошая киса, хорошая. Спокойненькая такая кошечка. Вот Ирисочку тоже я решила заснять. Ириска. Кисуля. Готовим с котами еду. Да, Симба? Симба, видите, усиленно помогает мне. Врач прописала мне диету. Вот. На время болезни. И я вот готовлю себе вот такую вкуснятину. Обожаю стручковую фасоль. Это прямо, знаете, вот настолько моё. Я даже писать не могу. Это самое любимое, наверное, вообще моё блюдо. Я готова её есть совсем подряд, всегда. И вообще и днём, и ночью, и на завтрак, и на обед, на ужин, как говорится. Вот, добавила туда лучок и морковку прямо вот такими вот колечками. И люблю морковь, когда она не тёртая, а именно колечками. Что-то есть во мне такое, знаете, западноевропейское, наверное, да, по питанию и по стилю жизни. Вот, люблю. У меня морковка мелкая, поэтому колечки такие небольшие. И добавлю туда ещё... Тарам-парам! Дубль два. Нет, не кота совсем. Вовсе не кота. У меня ещё была цветная капустка. Я её купила как-то пару недель назад, но всё, руки не доходили до неё. Вот, и пришло время. Да, Ириска? Я её маленько отварила и сейчас добавлю туда, в сковородку. Вот. А коты, видите, мне усиленно помогают. Это они устали, они перетрудились, уже упали, рухнули, готовили весь вечер. Вот. Вот отдыхают, лежат. Наглую, на столе. Ну, как я вам и рассказывала утром, пожалуйста, картина маслом лежит. Вот. Тут я им сварила бадью их еды. У них сегодня печёнка свиная. Много-много печёнки свиной. И кашка. Вот такая у них каша. Это именно неделю. А себе продолжаю готовить такую вкуснятину. Сейчас немножко морковка пережарится, я туда капусту вывалю. И всё это обжарю. И это будет мой ужин. Мне прописали овощи. Симба. Симба. Симба, как всегда. Гвоздь программы. Гвоздь программы этот Симба. Гвоздь программы. Да? Да, что ли? Гвоздь программы. Мне ночью Ксюша приедет. Жду, не дождусь её. Оставлю, оставлю ей включенную ёлку. Сама тоже хожу, любуюсь. Включила ёлочку. Так она у меня целый день вот моргает. Каждый раз прохожу и радуюсь. И как обычно. Как обычно валяющаяся снегурочка. Это уже традиция у нас, да? Утро начинается с того, что я её ставлю. Вечером с работы прихожу, я её ставлю. И в течение дня она у меня постоянно валяется. Тут же прибежал Симба. Скажи, ты зачем снегурочку снимаешь? Снимай меня. Да, хвостатый? Где ты там? Куда ушёл? Уставший Тимофей валяется. Это мои гантельки. Наверное, Тимофей занимался спортом. Коты все уставшие. Очень сильно уставшие коты. Очень сильно. Тимофей тут колтун. Ксюша приедет, отстрижёт. Я не рискую. Шерсть сваливается. Блин, мне чесать некогда их. Ухожу очень рано. Прихожу поздно. Пока все дела переделаю. И всё у меня ни до чего. До себя бы. Не то, что до котов. Пять дней в неделю работать это очень тяжело. Добираться тяжело. Ещё туда. Час у меня сейчас в одну сторону. Вот зимой. На езду до работы уходит. И час обратно. Поэтому. Чего дерётесь? У них то дружба, любовь, то драка. Капуску даже немножко переварила. Вот такая вкуснота у меня получилась. Сейчас я её хочу просто, чтобы она обжарилась немного. Месяц с овощами. Не знаю, чеснок добавляю сюда. Нет, я не буду. Мне сказали ничего острого, солёного, копчёного, перчёного. Не буду. Такая вот такой будет. Вот такая у меня еда диетическая. Заодно ещё похудею. Ну всё, ребят, пошла я вам монтировать и скидывать видео. Всем пока-пока. Всем надеюсь до завтра. Всё, пока.